Уважаемые дамы и господа, мы провели сегодня встречу «2 плюс 2» министров иностранных дел и обороны Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Встреча проводилась в соответствии с договоренностью, которая была достигнута президентами Владимиром Путиным и Бараком Обамой на их встрече 17 июня на полях саммита «Восьмерки» в Лох-Эрне. Практика подобных встреч весьма и весьма востребована. С тех пор, как этот механизм был сформирован и встретился впервые, прошло много лет. И сегодня с обеих сторон у нас было общее согласие, что эту практику нужно сделать регулярной. И мы согласны с тем, что это очень хорошая возможность для обсуждения ключевых вопросов международной безопасности, в которых Россия и Соединенные Штаты могут реально взаимодействовать для того, чтобы помогать решать проблемы, которые в мире существуют. У нас зафиксировано понимание с нашими американскими коллегами, что мы будем этот механизм использовать и впредь. Будем на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, равноправия рассматривать любые сложные вопросы, которые существуют в мире. И будем стремиться вырабатывать общие подходы к их урегулированию. Мы особое внимание уделили проблематике противоракетной обороны. Сергей Кужегетович Шойгу наверняка об этом скажет поподробнее. Но главное, что я увидел и услышал в ходе сегодняшних переговоров, это то, что есть понимание необходимости рассматривать эту тему в контексте всех других аспектов, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность. И рассматривать проблему противоракетной обороны в предельно предметных тонах, в предметной форме, для того, чтобы понимать, какие риски создаются или не создаются для стратегической стабильности, в укреплении которой повсемерно мы с американцами одинаково заинтересованы. Еще один вопрос, который мы обсуждали, это взаимодействие в сфере борьбы с распространением оружия массового уничтожения. Актуальные вопросы сотрудничества по проблематике космоса, в том числе в рамках соответствующего комитета Организации Объединенных Наций по мирному использованию космического пространства. Здесь у нас очень много совпадающих интересов и общих подходов к тому, как решать проблемы, которые возникают в связи с тем, что человечество все больше и больше осваивает космическое пространство и сталкивается с новыми явлениями. Из региональных тем мы основное внимание уделили Сирии. Здесь тоже у нас общее мнение. Несмотря ни на что, необходимо добиваться скорейшего созова конференции «Женева-2» в соответствии с российско-американской инициативой, которая была сформулирована в ходе визита Джона Керри в Москву 7 мая этого года. Особое внимание мы уделили тому, что нужно делать все, чтобы двигаться к реализации поставленной на саммите восьмерки в Лох-Эрне задачи, добиваться объединения усилий правительства Сирии и оппозиции с тем, чтобы искоренять терроризм на сирийской территории и изгнать террористов из Сирийской Арабской Республики. Для этого, конечно же, нужна принципиальная договоренность между политической оппозицией и правительством Сирии о том, как будет осуществляться переходный период, который был согласован в рамках Женевского коммунике, принятого в июне прошлого года. Все должно делаться на основе общего согласия между правительством и делегацией оппозиции. Мы, кстати, договорились о том, что эксперты России и США в очередной раз встретятся для того, чтобы обсудить конкретные аспекты подготовки конференции. Где-то в конце этого месяца очередная такая встреча состоится. Обсудили мы Афганистан, отметили, что в наших общих интересах делать все, чтобы эта страна представляла собой меньше угроз с точки зрения терроризма, организованной преступности, наркоиндустрии. Американские коллеги выразили нам признательность за содействие их усилиям в плане предоставления услуг по транзиту через Российскую Федерацию. С 2009 года, когда вступило в силу соглашение между нами и Соединенными Штатами о транзите, состоялось более 3400 рейсов через нашу территорию, на которых были перевезены более 265 тысяч американских военнослужащих. Эти цифры впечатляют, они показывают, насколько важно нам продолжать взаимодействие по этой теме, особенно в контексте фактора 2014 года, когда основные контингенты будут выводиться и когда предстоят выборы в Афганистане. Мы едины в том, что необходимо особое внимание уделять политическому регулированию, поиску таких формул, которые позволят афганцам самим определять свою судьбу и жить в государстве, в котором все меньшинства чувствуют себя комфортно и в безопасности. Обменялись также мнениями по иранской ядерной программе. Мы, как и американские коллеги, ожидаем скорейшего проведения очередной встречи группы 3 плюс 3 с иранскими представителями. Мы хотим поддержать настрой нового президента Ирана, который заявил о готовности к большей открытости в этой сфере и к поиску договоренностей. У нас близкие точки зрения и на ситуацию на Корейском полуострове, и мы из Соединенных Штатов выступаем за скорейшее создание условий для возобновления шестисторонних переговоров. У нас остались также отдельные встречи между министрами обороны и министрами иностранных дел. На моей встрече с Джоном Керри мы обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, договорились о том, что есть все условия для движения вперед. У нас много заделов, в том числе целый ряд совместных заявлений, соглашений подготовлен к подписанию, и мы будем продолжать двигаться в этом направлении. Настрой очень позитивный, нас это радует, и в целом считаю, что эти консультации способствовали сближению наших подходов по целому ряду конкретных аспектов, касающихся стратегической стабильности. Наверняка они будут продолжены и будут полезны для усилий по укреплению стабильности во всем мире. Спасибо. Спасибо. Мы сегодня до встречи 2 плюс 2 встречались с моим коллегой, министром обороны Кеговым. Мы обговаривали большой перечень вопросов, вопросов разных. Основные из них, конечно, касаются системы ПРО и новых предложений, новых подходов, которые связаны, по нашему пониманию, с экономическими вопросами. Но те отсрочки, которые есть, они носят временный характер, поэтому нас, конечно, интересовало и продолжает интересовать перспектива. И самое главное, это то, о чем сказал Сергей Викторович Лавров, это, конечно, комплексный подход в решении этих вопросов. Заключается он в том, что помимо непосредственного размещения Европро в тех местах, где уже определились, мы считаем, что туда же надо погружать вопрос, связанный с системой морского базирования, особенно Баренцевой море и Балтика. Нас это также беспокоит. Кроме этого, конечно, мы должны понимать, что мы не против и не возражаем, чтобы каждая страна повышала свою защищенность, но мы против того, чтобы эта защищенность была за счет России. Я надеюсь, мы понимаем, о чем мы говорили с моим коллегой. Далее мы обсудили ряд проблем, связанных с 2014 годом Афганистана, началом довольно масштабного по меркам сегодняшнего контингента вывода, что этому предшествует и, самое главное, возможные перспективы того, что будет дальше. Прямо хочу сказать, что я рассказал своему коллеге о том, какие тревоги и какие ожидания не самые позитивные у соседей по Афганистану, имею в виду Таджикистан, Киргизию, те меры, которые они пытаются предпринять для того, чтобы обезопасить свои территории. Рассказал о нашем опыте, о советском опыте, вывода войск из Афганистана, выхода, что было сделано перед этим, что был обучен и персонал, и военные, и полиции, были построены школы и больницы, но вот всего этого хватило, в общем, на достаточно непродолжительный период времени. Конечно, не обошли вниманием Сирию и все, что с этим связано. Я бы сказал, что наши подходы, наше понимание, в общем, достаточно подробно изложил Сергей Викторович, они у нас абсолютно совпадают. Другое дело, что мы, конечно, так же, как и, наверное, многие, пока не обращали внимания, но вот сейчас пришло время, и на это надо обратить внимание, я имею в виду внутреннюю миграцию, вынужденную миграцию, внутреннее перемещение граждан. Вы знаете о том, что часть освобожденных территорий, туда возвращаются люди, возвращаются они к разрушенным домам, у них нет систем жизнедеобеспечения, у них нет ни медицины, ни питания, и здесь, как нам кажется, следует обратить самое серьезное внимание, имея в виду, что их внутри гораздо больше, чем по границам. Плюс к этому, естественно, добавляются угрозы, которые всегда присутствуют в зонах конфликтов, в зонах боевых действий, это и неразовавшиеся снаряды, это и заминированные территории, и всем этим, конечно, надо заниматься, в том числе с привлечением и в рамках управления Верховного комиссара по делам беженцев. Обсудили перспективы нашего военного сотрудничества. У нас довольно большая программа в 2013 году, мы имеем серьезные планы на 2014, и последующие годы мы бы хотели, чтобы наша практическая часть была более динамичной и имела более широкие границы, я имею в виду проводимые совместные учения. Сегодня мы их проводим в рамках подготовки десантных подразделений и флота. В дальнейшем, конечно, нам бы хотелось, во-первых, делать это чаще, а во-вторых, все-таки с привлечением и других подразделений. Ну вот, пожалуй, те вещи, о которых мы говорили, если говорить в основном. Спасибо. 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 Спасибо.